Центр «Надежда» – место, где могут обучаться навыкам ухода за нуждающимся на дому. Те, кому это необходимо. У кого дома есть родные, близкие, после тяжелых операций, недвижимые, тяжелобольные, люди с инвалидностью. И вместе с тем в Центре «Надежда» могут выдаваться в аренду безвозмездно средства технической реабилитации. Это учреждение одной из направлений большой работы Белорусского общества Красного Креста. Посещая Брест, рабочая поездка генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов отметил такой положительный опыт Брестской областной организации и в целом высоко оценил деятельность региона. У нас Брестская область на самом деле полностью справляется с поставленными задачами. У нас не так давно подводились итоги. Брестская область отчитывалась об итогах работы за 2021 год. Работа принята удовлетворительно. Мы обсуждали те перспективы, которые стоят перед Брестским Красным Крестом областным на 2022 год. Мы запланировали все наши работы, поэтому они будут и дальше продолжаться. Брестская область приграниченная с Украиной. Именно поэтому в рамках общения диалог затронул и ситуацию с беженцами. В регионе разработана комплексная программа помощи таким гражданам. А в целом в эту деятельность вовлечены и другие организации. Мы развернули два модуля. Это две таких пневмокракрасных больших палатки. Каждая по 40 квадратных метров. Они оборудованы полностью. До момента палатка одна из таких может принять до 50 человек. В этих палатках круглосуточно работают сотрудники волонтеров Красного Креста. Мы проводим регистрацию, мы проводим изучение потребностей, особенно те, которые едут для размещения в санаториях, чтобы какое-то время собраться с мыслями и решить, что им необходимо делать дальше. Там же в палатках у нас предоставляются продукты питания, еда, вода. То есть люди могут выпить чай, перекусить, отдохнуть. Для деток у нас есть различные тематические вещи. То есть есть разукрашки, есть какие-то игры. Для того, чтобы они тоже могли немножко абстрагироваться от той ситуации, от которой они бежали. Сегодня Красный Крест не просто организация, которая оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Представители объединения уже многие годы концентрируют в своей структуре эффективные проекты, развивают инициативы, которые находят отклик и признание у жителей регионов. Пример тому тренинги по оказанию первой помощи, на которых собрались представители Брестской и Гродненской областей. Очень важно, чтобы люди умели оказывать первую помощь, потому что те, кто оказываются на месте происшествия, на месте аварии, на месте какого-то чрезвычайной ситуации, если люди умеют оказывать первую помощь, они не пройдут мимо, они кроме того, что вызовут скорую помощь, что тоже немаловажно, еще и смогут сами оказать первую помощь до приезда специалистов, что может спасти жизнь человеку. Гродненская и Брестская области не граничат, то есть мы находимся на западном направлении нашей страны. И, соответственно, наши инструктора, наши волонтеры дружат и, в принципе, области занимаются схожими сервисами, занимаются схожей деятельностью, как и, в принципе, все Белорусское общество Красного Христа. В одном мастер-классе могут принять 10 человек. Инструкторы рассказывают, как оказать первую помощь человеку при травме, кровотечении и показывают алгоритм перемещения пострадавшего в восстановительное положение. Участники, помимо необходимой теоретической подготовки, под руководством инструктора на практике отработали алгоритмы действий в различных ситуациях, в том числе с использованием современных манекенов, от общего к частному для результата. Мы проводим тренинг по подготовке инструкторов. Инструктор – это тот, кто может дальше обучать население. Вообще по Брестской области уже было 25 инструкторов. Сегодня мы подготовим для Бреста еще 7 и 5 для Гронинской области. То есть армия инструкторов растет. Это обучение очень важно, потому что мы не знаем, что с нами случится через минуту и на каком повороте что мы увидим. А иногда одна минута может спасти человеку жизнь.